Есть еще одно разделение, которое реально существует, но про которое не пишут и которое не оглашают. Я его условно называю разделение между технократами и сведомами. Работая в газете «Белорусы и рынок», я веду рубрики «Промышленность», «Товарные рынки», «Стратегия», «Вопросы промышленности», «ВПК» и бываю очень часто на предприятиях, много материалов посвящаю предприятиям. Кроме того, работал в качестве консультанта ряда предприятий, осуществлял маркетинговые исследования для ряда предприятий. Поэтому я и в той части существую и в другой, потому что газета наша придерживается национально ориентированной политики. И в то же время я хожу в ту область, которую национально ориентированные не любят. Я на своем редакторе убеждаюсь, когда я приношу материал у какого-нибудь достижения нашего традиционного производителя, значит, у него плохо скрываемое раздражение. Плохо скрываемое раздражение не опубликовать он это не может, потому что там все реально, но сам факт существования очередной новой машины, продажи партий каких-то изделий в Индии, в России и так далее, вызывает плохо скрываемое раздражение. Значит, и я просто понял, мне это потом высказали, если бы не эти заводы, это опора про Лукашенковское, мы бы давно уже пришли к национальной демократии, давно похоронили советское прошлое, а вот это вот те гири, те вериги, которые нас тянут в прошлое, оставляют. Надо к черту бросить эти заводы, закопать их, и тогда мы пойдем к прогрессивному человеку, тем более, что они ничего толкового не производят. Вот надо сказать, что мой первый диплом это история Белоруссии. И тема моего диплома распад Речи Посполитой, раздела Речи Посполитой. Значит, ну, по роду службы я не смог работать по специальности, я приобрел еще одну профессию, которая называлась экономико-математические методы, как это ни странно, в управлении промышленностью и научным экспериментом. Вот, и работал в 18 лет на предприятии, в отделе автоматизированных систем управления, ведая вопросом управления основным производством и сбыта готовой продукции. Поэтому я как бы вот на двух ногах. И там я, в общем, и там. И вот такое вот разделенное состояние с одной стороны, вот действительно, некоторую справедливость слов свядомых подтверждает. И в то же время нельзя отрицать то, что у нас в области промышленности были и есть серьезные достижения. Прежде всего, надо сказать, что наша транзитность, промежуточность сказывается и в области технологий. Значит, с советских времен Беларусь занималась трансфером технологий из Западной Европы в Советский Союз. Я прекрасно помню, как к нам на предприятии привезли закрытый контейнер с документацией на IBM 360-370 на английском языке. И мы на предприятии ее превращали в документацию для СВМ, которые выпускались на Минском заводе. Понимаете? И точно так же было со всей остальной техникой. Но это было не только потому, что, допустим, просто переводили. Но и элементная база, и технические возможности наших предприятий, поставщиков не позволяли содрать один к одному. И приходилось достижение Запада превращать в то, что можно производить в Советском Союзе. И в принципе, в принципе, вот такое промежуточное положение, оно сохраняется до сих пор. Значит, об этом сказал Цепши, который возглавляет Дайд Мирайга. Он сказал, что у нас есть изделия премиального класса, но нет того, что может ездить по России. То есть они бы давно уже Россию, может быть, заняли своей продукцией. Но какие болезни России? Дураки и дороги. Значит, был такой пример. Они решили на свой автобус Лиас ставить двигатели Каменс. Двигатели Каменс замечательные изделия. Полтора миллиона километров ходят. Но вы должны менять фильтры, вы не должны заправлять грязным топливом и маслом. И в результате русский человек никогда же, он этого не соблюдает. Ни время технического осмотра, ни замена фильтров вовремя. Никогда не заправляет чистым топливом. Время подошло, все эти автобусы вышли строить. Двигатели заклинило. Значит, дураки и дороги. Ну, нужно превратить западную технологию в то, что могло эксплуатироваться в России. Вот вам прекрасный пример. Прекрасный пример. Трактор Беларусь. Значит, где-то в основе лежат двигатели европейские там 53-го, 54-го, 57-го годов. Наш Минский моторный завод на основе этих технологий создал двигатель, который существует до сих пор в разных видах. И он уже, его конструкция 57-го года в базе своей, а он уже под Евро-4 модернизирован. Усилиями Беларусь под Евро-4. Причем он может с этой характеристикой эксплуатироваться в российских условиях. Значит, вот что представляет технический потенциал Беларуси. И следующий пример. Появление белорусского автобуса. Я в этом участвовал, могу вам сказать, что у Неоплана купили технологию. Купили технологию производства автобусов. Неоплан считал, что в Беларуси никогда ее невозможно воспроизвести. И, не глядя, продал. Купили 6 машинокомплектов, собрали 6 автобусов, пустили в городе Минске. И через буквально несколько недель они все вышли из строя. Почему? Значит, первое. Там был датчик открытия и закрытия двери. Значит, если дверь не закрывается, двигатель блокируется. Но, прежде чем открыться, двери должны открыться максимально. Если вы мешаете открываться, двери блокируются. Представьте, движение в час пик. Движение в час пик. Это первое. Значит, эти автобусы просто не ездили. Прежде всего, что сделали наши умельцы? Они эквидировали датчики открытия и закрытия дверей. Далее. Они были очень чувствительны к нашему топливу, к нашим слесарям, эксплуатационникам и так далее. В результате, эти автобусы быстро очень сошли с линии. А что пришло их взамен? Что сделали умельцы МАЗа? Присобачили, самосвалили задний мост. Значит, двигатель, который применялся на самосвалах и все остальное. А кузов остался неоплановский. В результате, он был не низкий, как сейчас. А первые автобусы были высокие. Но зато он стал ездить по белорусским дорогам и был доступен в эксплуатацию сначала белорусских водителей, а затем российских. Вот. Поэтому, это вот такой хороший пример, который обозначает белорусскую специализацию. Беларусь была именно и технологическим мостом между Западом и Востоком. И надо сказать, что задача эта была весьма сложная. Как при скудности технологии, скудности ресурсов и при таком качестве нашей рабочей силы и тамошнего потребителя сделать работоспособные изделия? Это очень нетривиальная такая задача и требовала особой изощренности ума. И в принципе, вот эти качества с советских времен сохранились до сих пор. Потому что посещая конструкторские бюро, я вижу молодых людей, которые при помощи современных систем проектирования на компьютерах, но решают ту же задачу. Потому что потребитель в России остался тем же. Ресурсов и технологий мало прибавилось. Значит, нужно решать задачу получения изделий, с одной стороны, которые бы каким-то образом отражали движение научно-технического прогресса, а во-вторых, были бы продаваемы в России. Ведь вы понимаете, что от Дальнего Востока до Калининграда настоящей сети сервиса нет. Особенно это касается сельскохозяйственной техники. И каждый крестьянин сам себе сервис. Вот мы ехали из Минска в Вильнюс, из Вильнюса через Ригу в Таллин. И я обратил внимание, на сельских подворьях какие стоят трактора. Стоят трактора Беларусь, но причем не прошлого поколения, а позапрошлого. Там, где совершенно минимум электроники, которые не убиваемы практически ничем. То есть, вот они дожили. Дожили до сих пор. Вот поэтому один из брендов Беларусь, трактор, ну его сейчас назвали Беларусь, раньше называлось Беларусь. Вот, очевидно, почему Беларусь назвали? Потому что считают, что технические данные трактора как-то ассоциируются с характеристиками самого Беларуса. Республика имени трактора. Да, республика. Это выносливый, неприхотливый, это, наверное, вот то, что Юлия говорила, это где-то вот что-то такое близко. Вот. И поэтому, значит, эти трактора еще долго будут жить, и я думаю, брендом Беларуси долго будет этот трактор. Почему? Потому что не меняется наш основной потребитель. Наш основной потребитель – Россия. это в то же время и ловушка. Ловушка. То есть, когда наш потребитель не предъявляет особенно высоких, изощренных требований, то мы сами, как производитель, не нуждаемся в более высоких технологиях. Мы не совершенствуемся. Это, в некотором роде, залог нашей последующей технической деградации отсталости. Значит, нам бы как раз необходимо было ориентироваться на рынки передовых стран, что заставляло бы нас осваивать новые технологии, поднимать свой технический уровень. Поэтому, конечно, с одной стороны, то, что по ряду вопросов мы не встречаем на российском рынке конкуренции. Нет конкуренции. Недавно опубликовали сообщение, трактор Беларусь модернизированный умельцами развил скорость 125 км в час. МТЗ-80. Причем, этот МТЗ до этого отслужил 20 лет. И после того, одни из него сделали гоночный болид. Он 125 км – Зачем? передо мной стоит такая дилемма. Я вот все годы соблюдал все нормы. Вот трактор отработал 30 лет. Он работоспособен. Но плохо краска обвалилась. Что мне с ним делать? Краска обвалилась. Значит, вот это характеристика белорусского потенциала промышленного укропненную. То же самое можно сказать и про МАС. Я вам, например, с автобусом говорил. Но что самое интересное, есть еще одна область, которая существует как бы отдельно. Это область высоких технологий. Значит, у нас существует как бы две экономики. Открытая и закрытая. Вот открытая экономика – это МАС, это Беларусь, но есть абсолютно закрытая экономика. Недавно прошли сообщение, что иранцы своими могучими силами радиоэлектронной борьбы аж посадили целый беспилотник американский Сентинелл, который является совершеннейшим секретом. Значит, вот, и все это приписали себе. Пока один полковник российский специалист в области радиоэлектронной борьбы не намекнул ненавязчиво, что это вот поставка одного союзного государства, которое очень не любит Соединенные Штаты. Вот. Лукашенко позапрошлым году был в Китае, и его единственного из всех лидеров государства, вообще из иностранцев, провели китайский центр управления китайскими полетами. За какие заслуги? Опять же, российский источник сообщает, что Беларусь поставила Китаю технику жизнеобеспечения космонавтов в скафандрии. В результате чего стал возможен первый полет китайского космонавта. Более того, в Беларуси существует единственный стенд, который может сымитировать условия, которые испытывает космический аппарат при вхождении верхней слои атмосферы, где развивается температура несколько тысяч градусов, где проверяется теплозащита как российских, так и китайских спутников. Лукашенко недавно заявил, что мы строим для китайцев спутники. Вот когда белорусский спутник навернулся на украинской ракете, все дружно зааплодировали, но никто не обратил внимания, что через полгода взлетел такой же китайский спутник с теми же самыми параметрами. Ну, я не буду расставлять точки нады, вот, поэтому существует белорусская экономика, реальный секрет с достаточно высоким потенциалом. Да, эти люди относятся так же к сведомым, как сведомые к ним. Они точно такое же зазеркальное отношение, и это большая часть нашей нации, нашего народа, и, конечно, вот этот раскол по этой части очень сильно ослабляет вообще национальные позиции Беларуси. Ну, и насчет языка, вы понимаете, что промышленная революция Беларусь началась после войны в 44-м году, когда сюда из Германии привозили репарационное оборудование, сгружали на месте Минского автозавода, Минского тракторного завода, а принимать ее приехали специалисты из Новосибирска, из Санкт-Петербурга и так далее. Эти люди были отцами наших технологов, наших конструкторов и так далее. То есть эти люди привезли технологическое знание. Я когда учился на ИСТФАКе, у нас все преподаватели были питерцы. То есть люди, генерации, которые здесь ставили историческую науку. Поэтому, конечно, у них совершенно другое отношение к России, к русскому языку и к перспективам союзнических отношений с Россией. это можно расценивать по-разному, по-разному, но это есть, это сила и, к сожалению, когда у нас идет любая политическая кампания, ввиду того, что, как это у нас говорится, несовпадение культурных полей, этих людей всегда выносят за скобки. Мы с ними и работать не будем, потому что мы с ними несовместимы, мы их не понимаем, они нас не понимают, и они вроде даже как наши внутренние враги, пятая колонна, ну не знаю, как еще назвать, потому что они поставляют на российский рынок, потому что они договариваются с российскими предприятиями, потому что они лоббируют свои интересы через Путина и так далее. Поэтому, конечно, это очень серьезная проблема раскола, делать вид, что их не существует, или как мой редактор, ты, говорит, агент МАЗа, это как была пьеса Погодина, кремлевские куранты, и там матросы революционные пришли к часовщику старому еврею, и задали такой вопрос, почему вот ты такой хороший часовщик, делай всего одни часы в месяц, значит, и он привел пример из басни Эзопа, он сказал, что вот левица тоже редко рожает детей, кошка часто, а левица, значит, но это лев, на что революционные матросы сказали, что Эзоп это агент Антанты, а ты агент Эзопа. Вот примерно так же развивается у нас отношение сведомых с технократами, вот, и к сожалению, пока не будет найдено, потому что это одно государство, это индустриальная основа нашего государства, и вот этот вопрос необходимо будет решить, иначе нация будет разделена внутри себя, как в Библии Христос сказал, да, царство, разделенное внутри себя, не устоит, поэтому это вот задача для политика, каким образом обратиться к этим людям, каким образом их привлечь, вот, Лукашенко, кстати, он не просто, не просто учел их интерес, хотя он крестьянин, он просто догадался, но он как бы их заложник, он как бы их заложник, потому что до тех пор это все спит, до тех пор пока Лукашенко соблюдает интересы вот этих людей, все, спасибо.